Где-то в Африке. В своей жизни я ел самые странные вещи, но такого там не было. Я чувствую запах паленой шерсти, они замечательно прожарились и слегка набухли. Видно, как скворчит джир. Не уверен, что смогу их съесть. Возможно, я съем их целиком, разгрызу косточки, прожую все. Через полгода. Не знаю, теряли ли вы желание работать. Я терял. После трех лет приготовления пищи в дороге мне совсем не хотелось готовить. Кулинария стала для меня рутиной. Я решил сделать перерыв. В течение трех месяцев я путешествовал по Южной Африке. Я посетил 9-10 стран. Мозамбик, Малави, Замбию, Зимбабве, Ботсвану, Намибию, Лесота. В пути меня осенило. Вся проблема из-за того, что мне надо больше узнать. Это навело меня на мысль. Лучший способ стать лучшим поваром – учеба у лучших поваров Африки. Я позвонил Франко и Эцио, двум своим близким друзьям, и сказал, «У меня есть такая мысль. Можете помочь?» Они повернулись и ответили, «Приезжай, мы готовим паркетту». Я спросил, «Паркетта? Паркетта, приезжай». Вот что получается, когда говоришь, не подумав. Это Эцио и Франко. Эти два итальянца приехали в Африку в начале 70-х, чтобы обустроиться. Они владеют «Маджика Рома» уже 21 год. А в Кейптауне любой ресторан, обслуживающий привередливых клиентов, большие сезоны обязательно имеют секретный рецепт. Это один из моих любимых ресторанов. Я ем здесь как минимум раз в месяц, но сегодня меня впервые допустили на кухню. Купи поросенка на рынке. Да, 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 и неси на кухню. Я никогда не разделывал свинью. Я никогда не разделывал животных. Никогда? Никогда. Так интересно. Вам придется кое-чему меня научить. Вот это тоже едят. Мы не станем это выкидывать. В Италии на кухне выкидывают только кости и яичную скорлупу. Да? Да, скорлупу. Здесь петрушка, чеснок, розмарин. Розмарин, майоран, оливковое масло, чеснок. Вот что тут есть. Обычно всю грязную работу за меня выполняет помощник. А мы помогаем друг другу. Я пришел учиться. Сегодня я провел в Маджика Рома несколько часов. Если в следующие 13 недель меня ждет нечто подобное, то я жду с нетерпением. По окончании путешествия я смогу готовить с лучшими. Что это? Молочный поросенок. Взяли и кладем вот сюда, поперек. Класть прямо на противень нельзя? Нет, иначе поросенок пригорит. А это куски, с которых срезали мясо. Кладем сюда. Тут тоже есть, что съесть. Не надо выкидывать. Уши. Вы едите уши? Они станут хрустящими, как печеные. Поймал. И просто закрываем. Пока, поросенок. Меня зовут Джастин Банелло. Последние несколько лет я готовил и путешествовал. Мы посетили самые удаленные и прекрасные уголки Африки. Пришла пора поднять свой уровень, заменить кастрюлю пойки пароваркой, а костер – духовкой. Как? В ближайшие три месяца, несколько дней, в неделю я буду проводить в одном из 13 лучших и любимейших ресторанов Южноафриканской республики. Я буду учиться, чтобы стать лучшим поваром. Приготовлено в Африке. Сейчас субботнее утро. Обычно в это время в Маджика Рома не попасть. Ресторан закрыт. Поросенка достали, он готов. Считайте, что я вас посвятил в тайну. Снимем фольгу. Боже! Полюбуйтесь. Видите, он готов. Вот здесь у нас прекрасное мясо. Возьми этот маленький кусочек. Он красивый, вкусный и нежный. Как масло. Превосходно. Когда поросенок остынет, мы его тонко нарежем. Добавим оливковое масло и лимон. Паркетто – молочный поросенок, начиненный итальянскими колбасами, фаршем и фенхелем. Мы сервируем холодное мясо, как закуску. Я нахожусь с Франко и Этсо, они мои учителя. Возможно, это будет самое сложное и удивительное кулинарное путешествие в нашей жизни. Если это предвосхищает будущее, не могу ждать. Приготовлено в Африке. Кейп Таун. День первый. Маджика Рома. Не устаю повторять парням, что немного нервничаю, но я имею дело со слаженной командой людей, которые давно работают вместе. В каком-то смысле я чувствую, что вторгаюсь. Но самое интересное – учиться готовить. Этсо постоянно говорит о тирамису, панакотте, о том и этом. Возможность учиться – это просто потрясающе. Ладно, мне пора. Я пойду. Кажется, я стал чернорабочим. Я думал, что мне придется готовить разные блюда. Но оказалось, чтобы стать успешным ресторатором, надо быть шеф-поваром, техником, газовщиком и специалистом по прачечным и так далее. На первый взгляд, это сильно отличается от приготовления пищи на пляже. Тому есть несколько причин. В данном случае все должно быть готово к обслуживанию, потому что нам придется сервировать закуски, основные блюда, десерты и прочее на 200-250 человек. Все это должно быть готово. Это хорошо отлаженный механизм. Все готовится. Лук нарезается, баклажаны жарятся, мясо обрабатывается, порции распределяются, паста готовится, тесто вымешивается, пицца делается. Когда начинается обслуживание, все готово к подаче в зал. Прямо сразу. Сегодня у нас из рыбных блюд рыба-меч. Ее надо продать. Мы ее пожарим на гриле с оливковым маслом, лимоном и, возможно, шпинатом. Сегодня будет масса народа, так что постарайтесь. Начали прибывать первые гости с этого момента. Марш, марш, марш. Время ланча всегда напряженное. Все приходят в одни и те же час-два. Ресторан заполнен до отказа. И с этим ничего не поделать. Нет. Опять вырубился. У нас большие проблемы, да? Большие, открывай. Опять будем на улице. Не могу поверить. Ладно. Это авантюра. Это все в типичной южноафриканской манере. ЭСКОМ, наш поставщик электроэнергии, только что вырубился. Вам знакомо чувство, когда становится нехорошо от того, что вам не подвластно? Как будто наблюдаешь аварию в замедленном движении. Да, свет есть. Что самое удивительное, несмотря на отключение электроэнергии, ресторан продолжает работать. Все гости по-прежнему ждут еду. Это красноречиво свидетельствует о репутации Франко и Эцио в этом ресторане. На противень? Я просто стараюсь быть полезным. Джастин, ты можешь добавить две приправы к этой закуске? Поливай маслом, вот так, лимон. Готовится точно так же. Я уже научился. Мне на ногу капнуло масло, завтра надену закрытую обувь. Я тут мешаюсь, но надеюсь, в ближайшие несколько дней я найду свою нишу и впишусь в обстановку. День второй, Маджика Рома. Хорошо, день второй. Да. Мы поручим тебе готовить кое-что из наших фирменных блюд. Готовить и сервировать. Сегодня нам не надо действовать с военной точностью, потому что плиты заменили, с электричеством тоже не должно быть проблем. Думаю, можно расслабиться. Мы готовим тальолини аль тортюфо с трюфелевым соусом. Хорошо, здесь я впервые учусь натирать грибы. Если грибы свежие, когда ты их трешь, чувствуешь их запах. Сначала нужно растопить масло, как только оно зашкварчит. Насыпаем в него грибы и кладем пасту в кастрюлю. Это будет довольно густой соус. Наливаем сюда две ложки. Видишь, он становится красивым и более густым. А теперь добавь чуть-чуть оливкового масла. Налил масло. Подожди, положи соль и перец. Как видишь, сейчас соус стал слишком густым. Добавим немного сливок. Да, он однородный. Соус должен покрывать пасту и быть достаточно жидким, чтобы было удобно есть. Ясно? Важный момент, когда кладешь в соус пасту, он не должен быть холодным. Тщательно перемешай. Видишь, я не такой, как вы. Да, ты действуешь правильно, но ты боишься. Бояться не надо. Добавь немного сыра. Чуть-чуть. Перемешай. Даже когда просто выкладываешь пасту, чувствуется запах трюфелевого масла. Это блюдо понравится твоей жене. Не нужно слов. Просто она должна была тут постоять и остыть. Это быстро, просто и вкусно. Ты молодец. Осторожно. В крудо 90% ингредиентов готовится недолго. Крудо – свежая летняя паста с ароматами сада. Только прогреваются. Почти сырое. Сначала положи в салатник свежие ингредиенты. Свежие томаты, черри, здесь есть майоран, базилик, немного чили и оливкового масла. Можно добавить немного пармезана. Твоя приправа для пасты готова. В красный соус можно добавить больше оливкового масла. А в белый соус будь осторожен. Масло может выступить на поверхности. Чесночное масло. А теперь вот это. Важно точно рассчитать время. Сначала паста. Кладем пасту в воду. Вот твой соус. Наполитана. Бери и клади. Проверь пасту. Прежде чем уйти, я хочу попросить вас об одной вещи. Пожалуйста, научите меня готовить ваш соус. Наполитана. Мы не станем этого снимать. Это просто. Сейчас можно насыпать. Так. Насыпай. Клади все сюда. Ты так давно готовишь. Как я заметил, ты не пробуешь, а просто смотришь. Мы ориентируемся на цвет и время. Язык и так все время занят. Тщательно перемешиваем. Тихо-тихо. Немного оливкового масла. Сыра и сервируем. Отлично смотрится. Самое главное, чтобы чувствовался вкус сада, вкус огорода. Его дают томаты, базилик, мэйоран, оливковое масло. Все эти ингредиенты свежие. Поэтому блюдо называется крудо. Должен чувствоваться свежий вкус. Как вкусно. Хорошо? Все должно быть отлично. У нас сегодня гость. Да. Сегодня я заявлю о себе. Мой первый заказ. Эту пасту готовил приглашенный знаменитый шеф-повар. Уже готовы? Пожалуйста. Спасибо. Должен сказать, здесь находиться гораздо легче, чем там. Там чувствуешь себя, как олень перед фарами. Ты обслуживаешь гостя, а на кухне я должен только готовить. Мое второе блюдо. Номер два. Чувствуется аромат трюфелей. Быстрее несите это в зал. Тот парень остался доволен пастой. Правда? Я через неделю уйду. Это все ваша репутация. Ты неплохо справился. На самом деле было очень хорошо. Значит так. Отлично. И немного пармезана? Да. Я заметил удивительную вещь. Каждый вечер к Франко приходит один гость и просит приготовить что-то особенное. Сегодня это фаршированные кальмары. Сыр пармезан сюда. Вы убьете головную боль, и проблем не будет. Все на 22-й столик. Так заканчивается мой второй день в Маджико-Рома. Кажется, я нашел свою нишу. Конечно, я не самый лучший повар или шеф-повар, но думаю, сегодня я действительно помог. Это гораздо лучше, чем вчера. Было приятно работать с Исааком, Леноксом, Франко и Этсу. Они научили меня быть более ответственными. Этого я и хотел. Я прекрасно чувствую себя в напряжении. Я постоянно учусь, как сделать так, чтобы мясо осталось нежным, но приготовилось. Мне это нравится. Каждая секунда. Думаю, это напряжение возникает от попытки все охватить и работать в команде. Приготовлено в Африке. День третий. Маджико-Рома, доброе утро. Ты в порядке? Хорошо спал? Это уже не помогает. Я все равно уставший. Ты уставший? Да, я... Боже. У меня открывается второе дыхание. Я думаю, ты постепенно привыкнешь. Все будет хорошо. Мы отдадим тебе свою энергию. Не представляю, как вы это делаете ежедневно. Снимаю шляпу. Это тяжкий труд. Сегодня вечером у нас мероприятие. Сейчас мы сделаем тирамису. Мы покажем тебе, как его готовить. Приятно познакомиться, Гризела Нгалама. Не срезая путь. Да, да, не срезая путь. Тирамису – традиционный итальянский десерт. Гризела готовит тирамису уже 11 лет. Надо отделить желтки от белков. Это я могу. Черт. Гризела, я ошибся. Я уже чувствую себя... Знакомы ли вам ощущения, когда на вас лежит ответственность, а все идет не так? Сколько тут сахара? Одна ложка. Насыпай. Ликер Амаретто. Сколько надо, Брэнди? Две. Две. Гризела, я не привык быть помощником. Обычно я говорю другим, что делать. Пусть положат печенье в кофе. Все, что есть. Я вспотел. Она меня контролирует. Значит, сахар должен раствориться, а смесь загустеть. Чувствуется вкус Амаретто, Брэнди, сыра, маскарпоне и яиц. Тирамису, классический итальянский десерт. Это горькое какао без сахара. Будет и так сладко. Но помимо этого, тут присутствует горечь. Ты почувствуешь ее, когда будешь есть. Если буду мешать, просто прогоните меня. Ладно, я знаю, ты не справишься. Ладно. Меня уже выкинули. Я делаю шарики из теста. Франко и Этсо поручили мне делать пиццу во время Аврала с 6 до 8 часов в пятницу вечером. Смотрите, это как кино. Приготовление еды на вынос идет в быстром темпе. Сегодня мы работаем здесь. Придется поторопиться. Хорошо, теперь давайте быстрее. Закрывайте, отрезайте, закрывайте. Мы не можем ошибиться. Гости стоят здесь, будто думают, что так пицца быстрее приготовится. Держи ровно, держи ровно. Вот так нагрей и принеси назад, нагрей и принеси назад. Нагрей и назад. Да, я сделаю так, как надо. У тебя все получится. Видишь? Неси ровно, а потом выкладывай. А потом задвигай пиццу вглубь. Вот так. Франко, я так боюсь, что я что-нибудь сделаю не так. Не волнуйся. Сделайте. Кто бы мог подумать, что я не справлюсь с лопатой для пиццы. Я покажу, что нужно делать в печи. Хорошо. Прежде чем доставать пиццу, дай ей немного пропечься. Чтобы нижняя часть затвердела. Да, если попытаешься сдвинуть сейчас, будут проблемы. Делаем так. Это пицца далековато. Напоминает фастфуд, но это не так. Еда готовится быстро, но это тонкая операция. Все это делается без труда, буквально одним пальцем. Видишь, что получается? Если нагнешься, все будет видно. Вот почему печь делает такой формы. Пламя поднимается вверх, а жар идет вниз. А теперь достанем эту пиццу. Своеобразная поэзия есть даже в том, что происходит внутри печи для пиццы. Это организованное движение. Да, потому что одна там, другая готовится, и я ее достаю. Я хотел помочь в отделе пиццы в пятницу вечером. Не выйдет. Лучше пойду туда. На этой стороне пицца, пицца и пицца. Я займусь обслуживанием. Луиса, то есть здесь напутала. Я из-за тебя застрял. Ты остановила процесс. Черт возьми. Во всем виновата Луиса. Она принесла что-то не то и не на тот стол. У всего есть свое место. Если что-то идет не так, останавливается весь конвейер. Быстро это заберите. Следующее. Я здесь впервые это увидел. Такое бывает. Мы кричим, ругаемся. Мы их обзываем. А позднее вы возвращаетесь и делаете, я люблю тебя, я люблю тебя. Да, мы их обзываем. Вы не найдете таких слов в справочнике или словаре, но потом все в порядке. Когда кажется, что ты уже все видел, наступает вечер пятницы. Спасибо. Что угодно, да? Третий вечер, Маджика, Рома. Давайте просуммируем. Я впервые увидел, как Франко и Этсоу теряют самообладание. Одна вещь оказалась не на своем месте, и все пошло не так. Эффект домино. Впервые за все время, что я здесь был, вернули две порции мяса с просьбой прожарить сильнее. Вот что бывает, когда что-то разлаживается. А еще Франко и Этсоу многое мне поручают, они больше не боятся и просто сваливают все на меня. Приготовить пасту, я боюсь, что забуду, как они ее готовят. Но чему же я научился в этом ресторане? У нас была тяжелая пятница. В субботу, по окончании рабочего дня, мы съели день четвертый Маджика Рома. Мы сели с официантами и прочим персоналом, выпили по бокалу вина, я приготовил пасту. Завтра мы отправимся на Брит-Ривер, это будет завтра утром. Еще одна ночь, да, Гризел? У нас достаточно клубники? Да, сэр. Хорошо, давайте мы... Эта неделя была замечательной. Только начал чувствовать себя своим, как пора уходить. Последний день осталось два часа. Два часа. Три, два, один... Это кухня после четырех-пяти дней. Тихо. Готово. Трудно работать здесь и не есть еду. Да, верно. Когда у меня будет шанс. Франко, за тебя. Большое спасибо. Это тебе спасибо. При тех банкетах, что у нас тут были, с отключением электричества и с вами, ребята, это была бурная неделя. Приготовлено в Африке. День пятый. Оверберг. Это Оверберг. Мы выехали из Кейптауна в пять часов утра и приехали сюда, чтобы встретиться с Франко и Этсо. Это место называется Малгас. Здесь мы пересечем реку Брит и отправимся в Уитстенд на дачу Франко. Там я буду готовить для Франко и Этсо. Можно сказать, я перенесу их из ресторана в свою стихию. Франко, это прекрасно. Зимой здесь можно увидеть китов. Иногда приплывает целых 20. А рыбачить мы отправляемся вон туда. Это Стилбай. Прелесть рыбалки в том, что вы отправляетесь с друзьями на природу. Свежий воздух. Никакого стресса. Это ключ. Это ключевое слово. Мы ловим, но ничего нет. Мы очень приятно провели время, но рыбы нет, и мы переходим к плану Б Франко. У двух его соседей приготовлена для нас прекрасная 4-килограммовая треска. Прекрасно. Прекрасно. Большое спасибо. Мы знакомы 32 года. Мне нравится план Б. Так лучше. Мы гарантированно поедим. Да, вот почему надо всегда иметь запасной план. Но сейчас я хочу попросить вас мне помочь. С радостью. Нам надо достать устриц и положить сюда. Он открывает устриц, а я достаю мясо с помощью другого ножа. Заводим нож вот сюда, приподнимаем и открываем, стараясь сохранить как можно больше сока. Сейчас я ее достану. Посмотри. Это сок. Эцио, у нас есть зрители. Правда, здорово. Речная рыба, устрицы и мидии из моря. Примерно через час наша еда будет готова. Вам нравится? На сегодня наш главный принцип – это креативность. Вот что мы сделаем. У нас есть две прекрасные больших триски. Снимем филе, оставив кожицу. Я их разверну вот так. С одной стороны положим на филе устриц, потушенных с чесноком, а на другую сторону выложим устриц, приготовленных с петрушкой и белым вином. Затем мы закроем филе и обвяжем его кулинарным шпагатом. Вспомните тушеную свинину или паркетту, которую меня научили готовить. Все это жарится на медленном огне, пока рыба не пропечется. Затем мы нарежем ее, как рулет. Представьте, у нас получаются кружочки из рыбы с устрицами и мидиями внутри. Сервируем с сальса верде, печеным картофелем и салатом из печени. Получится очень вкусно. Большое спасибо. Пожалуйста, ешьте. Прекрасный день. Прекрасный. Ведущий Джастин Банелло. Знаете, что я вам хочу сказать? Скажи. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. Учитывая все, что произошло за последние дни, мне бы хотелось иметь одну возможность. Если мне будет нечего делать, я хочу прийти работать к вам на кухню. Можешь вернуться, когда пожелаешь. Ты справишься. Сейчас мы с Эцио можем сказать. Мне нужен недельный отпуск. Позвони Джастину, и ты вернешься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова